Ты вообще довольна тем, что каждое у тебя путешествие начинается с того, что ты сначала собаку транспортируешь? Это как тебе дается? Тяжеловато? Да, потому что это еще каждый раз Надо вспомнить. Вот сегодня я вспомнила, что опять надо коблетку ему дать, сам парик. Открывать вещей, да? Тебе, получается, нужно рассчитывать время, за которое ты доедешь на метро, но если тебя не пустят в метро, ты вызовешь такси, и это должно быть, возможно, будет не первое такси, а второе, третье, потому что иногда такси приезжает, даже если ты указываешь, что с собачкой, они отказываются, выезжают. Да, потому что, типа, ты не без бокса. А, именно они за это гонят, да? За бокс? Да, а еще фишка в том, что я для этой поездки брала нам билеты в Нижний Новгород туда и обратно на двоих с собакой, потому что был риск, что что-то пойдет не так, как в прошлый раз. Как в любой раз. Да, что куньков вдруг там не смогут взять и так далее, потому что это все равно ответственность равно, в первую очередь, на мне. Пойдем, пошли. Потому что ты ответственная? Нет, это же собака моя. Потому что вы оба тревожные. Просто у них, просто у них тревожный мэтч. Один и вторая переживают по поводу вообще всего. Я вообще не по поводу ничего не переживаю. Вообще. На таком Чили. Научу вас как-нибудь. Научу вас как-нибудь. Всем привет. Мы едем на забег в Нижний Новгород. Решили месяц назад, нет, даже два месяца назад, мы решили, что нам будет очень грустно ждать лето. И мы подумали, что нам нужно будет какую-то передышку и съездить в какой-нибудь город. Подписчица мне написала, говорит, приезжайте со своим беговым клубом в Нижний Новгород на забег. Мы такие подумали, блин, а почему бы и нет? И поехали. Точнее, купили билеты и решили поехать. Вот. И очень, кстати, классно покупать билет заранее, потому что у нас в одну сторону билет стоит 1200 рублей. Что? Да. И, соответственно, мы купили сразу отель, нашли тоже недорого. Ну. Я оплатил за отель, а она за билеты. А билеты стоили 1200. Ну, не все. Один. Я тебе потом скажу, сколько стоил отель. Поэтому я тебя угостила кофе. Невкусным. Невкусным. Сейчас мы будем проводить тест, поднимет ли мой рюкзак Олеся. Ё-моё. С места. Ох, жесть. Сколько весит, примерно? Тяжелее? Я думаю, он весит тяжелее, чем Кумико. Полтора Кумико. А Кумико сколько? Да нет, я думаю, столько же весит, как Кумико. Каждую поездку я стараюсь собирать нам какой-то перекус, еду, потому что мы никогда не успеем нормально поесть перед поездкой, потому что мы собираемся, отвозим Кумико, что-то еще происходит. Плюс я стараюсь не есть в самолете и не есть в поездах, потому что у меня аллергия очень сильная на грецкие орехи. И чтобы не рисковать, не есть всякую сэндвич, шлак, какие-нибудь там, ну короче, дешманский сэндвич, не люблю. Я либо делаю хорошие сэндвичи, либо делаю еду. Вот здесь зеленая гречка, рыба, овощи, мейнесс. Вот. Это нам на двоих. Прям много. Вилочка Антона. Вилку, которую делают люди, я не помню, социальные группы. Вот. Это очень классно. Что-то же поддерживаем проект. Сейчас поедим, а потом сделаем тест колы с сахаром. Как прошла твоя дорога? Я спала минут сорок по дороге. Тут ведь нормально спала. Путь внимательный и не забывайте свои вещи вон. Я вот не спал, как обычно. Я даже и не пытался. Распаковка Нижнего Новгорода. Не в ту сторону. В ту сторону. Ну что же, отправляемся в Нижний Новгород. Да мы уже отправились. Мы уже здесь. Пойдем смотреть. Так, я забыла спросить у подписчиков, где нам поесть. И обычно я всегда на расслабоне, потому что я у них все спрашиваю. Они мне все самое классное рекомендуют. А тут я забыла. У меня не загрузились. Пойдем импровизировать. Главное, перед любым стартом. Дать бутылку переработку. Нет, не дать бутылку переработку. А то я со своими опять кэко-штучками. Самое главное, не экспериментировать с едой и не отравиться. Мы в Нижнем Тагиле. И я тот самый из Тагила Нижнего. Что, мне нравится, что приезжая в любой город на вокзале, первым делом, не такси вызывает? Не такси вызывает. А вот это вот, вот этим вот занимается. На фоне ксума проживала. Понимаешь, как тебе повезло? Ты, возможно, будешь спать на той же кровати, на которой спал Санек Санчес. Смотри, какие у него усики топовые. Или вот, нет, этого персонажа мы не будем. Кто еще кого-то знаешь? О, я знаю от этого актера. Сергей Лазарев тебе не признал? Кирилл Андреев. Так вот, ты из... Иманычки Интернэйшн. Тоже, точно. Ты бы, вот, и... Стой, Лиз. Я тебе же знала, что я была на концерте Иманычки Интернэйшн, у меня было 4 билета. Вот если тебя выбрали, вот ты точно окажешься, вот будешь спать на той кровати, жить в том номере, где жил один из них. Вот кого бы ты выбрала? Александр Розенбаум. Ну, я так и знал. Вы думали такое только в Роллс-Ройсе? А нет. Такое. Ну да, что там за история у тебя? Да уже неинтересно. Ну, короче, я была мелкая, и, наверное, класс, наверное, 9. В общем, класс 9, наверное, был у моей мамы, был бойфренд, который работал что-то там охранником в концертных каких-то зданиях. И, значит, ему дали проходки на, типа, 4 или 5 билетов на Ивановичке, Интернешнл. Он мне такой, типа, «Олесь, иди с друзьями». У меня друзей не было. Что такое, типа, в этот период, да. И я пошла, значит, одна. У меня было 5 билетов. Я сидела здесь в посередине зала. И я такая, я сейчас хожу на Ивановичек Интернешнл. И я, значит, прихожу, сажусь, ждем концерт. Долго концерт не начинается. Потом они вываливаются на сцену. Супер. Друхи. Да, ладно. Говнище просто. И там вот эти 40-50-летние женщины такие просто «у-у-у-у-у». Эти такие просто под фанерой ели. Даже Рыжий был пьяный. Я не помню, кто там был. Они были все… Ладно, так, давай. Ну-ка, где вы, чтобы гладить? Там, мне кажется, Кумико должен быть. Да, да. Рубрика... Хоромы. 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 Неплохо. Так. Так, так, так. Так, вот шкафчик. Венге цвет. Привет, обожаю. Ну, костюмчики, курточки. Это пока что наш самый... Топовый. Росики. Наш топовый. Здесь есть супер высшедшее фото. Интересно, про что этот отель? Он как будто про кино. Да, мне кажется, здесь просто много людей останавливалось из-за того, что когда-то этот отель был всего один здесь. Ночничок. А здесь много вот такого нейминга, кстати. Ночничок. Смотри, сколько этому телефону лет. Распаковка вида. Вообще, плазма топовая. И можно сидеть на этом, на подоконнике. Так, чтобы нас не выдали туда. Ну, красиво, мне кажется, у нас закатик даже. Но, смотри, мы можем смотреть в целом, отсюда снимать, как бегут люди. И тут даже блок-аут. Это вообще максимально важно. Ну, сейчас, ладно. Экспресс-тест на пружины. Не, матрас нормальный. Нормальный? Мне кажется, да. День один. Уже два, наверное. Два. В общем, мы наберли тут бардак какой-то. Наматались. С пэфом все побросали. Сейчас выходим, выезжаем в салют. Местная кофейня, которую нам посоветовали мои подписчики. Вот, выбегаем, выезжаем. И там встречаемся, выкинем, может быть, по чашке кофе. В любом случае, мы побежим и отметимся вдвоем. В Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде. Для нас это в какой-то момент стало важным. Не знаю, в какой. Блин, я мечтала бегать в разных городах и типа бегать там с людьми. Но когда-нибудь жить. Существовала твою мечту. Такой, блошиный. Пойдем, быстро пройдем. Обзор на блошиный. Мы идем в дворец спешлти кофе. Вот, кумикотик. Либо себя разжиреет. Реально. Кумикотик. 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 Продолжение следует... 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 Ты же понимаешь, да, как потом покалывание в печени. Оно того стоит, я так понимаю. Итак, время 23.23, и у нас что? Два готовых лука. Это мой, это Антон. Та-да-да-дам. Что мне делать? Крабец, эти люди бегают, хочется вставать рано. Да не так уж, это вообще-то и рано для воскресенья. Как спалась? Не очень. Вообще не очень. Забор красит. В принципе, красили вчера, короче, приходит забор. И этот запах краски, мы когда зашли в номер, он чувствовался здесь. Ну, я имею в виду, что просто воздух. И я лежала и чувствовала этот запах краски. Ну, всё, мы отравились, и мне было так плохо чуть-чуть ночью. Блин, это очень странно. Как часто вы видите между этажами сетку в каких отелях? Ты посмотри, тут это вот так стрёмно. В смысле, стрёмно, это когда нет сетки. Да, но в целом стрёмно, потому что здесь вот у него падало. Надо дышится своими красками ночью. Когда ты лежишь ночью и такой думаешь, что да мне вообще всё равно на результат, на забег. Но это происходит три часа ночи. Как будто бы ты всё равно немножечко переживаешь свой результат. Дороги перекрыли. Всё из-за вот этих вот обочин. Ну что, 24 минуты до старта. Сейчас я пойду на беговую разминку. Согреюсь, хотя достаточно жарко. Ветра нет, это радует. Сейчас я делаю главный ритуал бегуна. А у тебя какая футболка? У меня футболка лучшего бегового клуба. Самого экологичного, аккуратно. Вот. В общем, я сейчас немножко пробегусь. Гусь. 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 Вперёд, Антон! Гусь. Есть. Вперёд, Антон! что я потеряла Антона, и мне нужно как можно, короче, самой не потеряться, чтобы Антон меня нашел. Я подошла к кластеру F, оказалось, кластер у Марины был B, в общем, короче, я затупила дико. Вот, что хотел сказать. Я, конечно, когда не выспавшийся человек, вот я сегодня просто ужасно спала, мне казалось, что у нас пахнут красками в номере, вот, и я не попила кофе, и это просто фиаско, потому что я вообще не когущая, и у меня после вчерашних прогулок, пробежки и лестниц невероятно болит. Болят ноги, мышцы, я просто, даже не передать словами, как у меня все болит. Ой-да! Приветики, приветики, кто это такой? Пробежал 10 километров, просто. Я в меня лично рекордов. Вообще, ты что, очень быстро пробежала? Частно два. Частно два, серьезно? Я бездохну, я клянусь, я просто в последнее время. Выглядишь потрясно, просто невероятно. Я фоткалась после пробежки, у меня прям вена вот здесь была. Да. Пульс, у меня часы пипикались за пульсом, кажется, да, 10 километров. Горок много? 190 был, 180. Горочки, да? Горки, 190, а так 180. Ну, норм, берутся. Я встретила Марину Пледенцову. Прекрасная девчонка. Она сейчас работает синергетик. Мы с ней подружились еще по Google School. Она вот уже прибежала, поставила свой личный рекорд. Вообще, молодчинка. А я иду встречать Антона, потому что мне кажется, что он очень быстро прибежит. Вот, потому что если Марина сказала, что он супер бодро бежал, то, значит, он уже скоро будет финишировать. Попробую его поймать, а потом уже, а потом уже, короче, сама поймать на свой старт. Антон! Уху! Можете ли вы это поддержать? Или вам бег дается проще, и вы бегаете, как настоящие кадры, не спятки? Да, кажется, было тяжело. Давай. В общем, это было больно, это было сложно. Я бежал на 15 секунд медленнее, чем в Москве, каждый километр свой, кроме первых, там, пяти. Это где-то пять километров, там, шесть, семь я продержался, по четыре и пятнадцать со всеми. А потом просто все, закончили все, и начал терпеть прямо с, там, шестого, седьмого. Очень тяжело давались эти горки. Ну, как бы, не тяжело, но я просто не мог к них забегать без ущерба. То есть, потом меня накрывало. Много было горок? Да, нормально. Ну, они вот в первой половине все. Они все в той половине, которая пробежала быстрее, можно сказать. Я все горки... Бежал. Поскоростил, да. А потом, ну, как бы, ощущение было, как будто я бежал после велика. Ужас. Ну, прям терпел, прям вот договаривался. Приходилось так, давай, еще чуть-чуть, понаслаждай себя, видит там. Вид красивый. Там, ладно, пофигу на результат, но... Я выбила половину по бейсболу, потому что я поняла, что мне... Ну, блин, у меня так сильно все болит, ноги, что я никак вообще... Я готова не бежать. Я не знаю... Не, у меня ноги тоже чугунные какие-то были. Ну, они мне прям болят. Типа, тут есть все мышцы, короче. Мне пластик... Это пленка? Да. Я думаю, это обычная пластиковая бутылка, а не биорезлагаемая, как они написали. А их очень много валяется, кстати, сейчас на трассе. Да? Да. Прям бросают? Да. Прям бросают. Я радуюсь, что им перезлагаем. И смотря на то, что много было пунктов там с водой, все равно валялось много чего. Какую мотивацию себе придумать, не забегать. Никак. Натя! Я бежала, когда мы бежали на мост, я поняла, блин, у меня нормально на мост бежать. Я просто бежала на мост. Да, и забежала вообще? Забежала на мост, мы его почти весь пробежали. Сам в конце уже сбежали вниз, развернулись, опять побежали наверх. Я такая, ну я бегу. Я такая, ну и ладно, побегу быстрее, пока с моста. И я тропанула. Побежала, набрала скорость, потом что-то словила медитацию у этих... У храма там был перезвон, я такая, ну все, я помедитирую. Я бежала, прям там такой перезвон, был красивый. Потом вот мы побежали уже вот здесь обедать. Тут было не мочи, потому что побежали все время по асфальту. Типа вот такие круги и что-то наматывали. Блин, я реально просто больше всех сегодня ныла, у меня прям страдало. А побежала, прям нормально. Правда. Давай. Чаще всего так и бывает. Чем больше страдаешь. Так, значит, ты готова, да? Сначала мой результат. Давай. Только озвучивай, потому что не видно ничего. Да, ну окей. Значит, у меня час 33.50. Вау. С средним темпом 4.26. 4.26, офигеть. Блин, у тебя брови вообще все в соли. Я 59-й из 539-х особей. Серьезно? Да. Лучшая особь. Так что, когда ты поедешь в Москву с парнем из ТОП-60. На секундочку. Брос, сама себе завидую. Так, сейчас будем смотреть тебя. Значит, у тебя. Тебя, средний темп 7.09. Вау. И время 35.45. Серьезно? Да. Я на 5 минут... Ой, на 3 минуты ускорила. Да. Ну все. Неплохо. Да. Было 38, что-то там 38 был апрельский. И это при этом, что было и пожарче, и по холмести. Рельеф. Давай граждану. Ты большая молодец. С утра. Кто сегодня страдал и дострадал, тот есть что? Селедочкой, картошечкой. После хачапури... Такого... Такого еще твой YouTube не видел. Честно, я очень люблю селедку. Я бы ее ела каждый день. Веганую. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Не спасибо. Спасибо. Продолжение следует...